Ростовский храм в честь иконы Пресвятой Богородицы Целительница отметил престольное торжество. Богослужение возглавил митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий. Сюжет наших коллег из телестудии Дон Православный. Ежегодно 1 октября православные христиане отмечают празднование в честь иконы Божьей Матери Целительница. Предание гласит, что написана она была в IV веке. Оно же открывает интересную историю написания этого образа Пресвятой Богородицы. Чудесное исцеление тяжелобольного, которого посетила владычица. Но ведь и он от особой любви к той, которая стала началом нашего спасения, молился каждый раз, когда били часы, и днем и ночью произнося приветствие Архангела «Радуйся, благодатная». Молился, будучи здоровым и ничего не прося, и в болезни не был оставлен Царицей Небесной. Песня «Радуйся, благодатная» Преподобный Никодим Святогорец говорил, когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к ней, Царице Небесной, и возблагодари ее за то, что она явилась такой готовой на покорность воле Божьей, что родила, вскормила и воспитала Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает ее предстательство в помощь нам. Можно сказать, что именно это высказывание как нельзя лучше отражает настроение всех, молившихся в этот день на престольном празднике. По словам главы Донской митрополии, сегодняшний праздник собирает у иконы Божьей Матери прихожан этой общины, которые радуются, торжествуют и высылают благодарные молитвы Богородицы за то, что она не оставляет их своим молитвенным предстательством и материнским попечением, и свидетельствуя об этом всему миру, призывают в свою собственную радость и в свое счастье в прийти и всех остальных. Для нас это особенно важно сейчас, в нашем таком непростом мире, в котором очень много скорбей и соблазнов, когда даже разделение происходит внутри Церкви, потому что за всем этим стоит враг рода человеческого. А чем мы можем противостоять Ему? Мы можем противостоять Ему только одним, своей твердой верой в православную, хранением заповедей и традиций нашей святой православной Церкви и нашей молитвой к Богу, которая может победить и препобеждает все ратники и проходят все искушения и проводят через них нас. И потому сегодняшний день, обращаясь к Божьей Матери, к нашей общей Матери, к Царице Небесной, мы просим Ее быть милостивым к нам, быть ходатайницей пред Господом о нас и просить нам разума, терпения, сил.